Финальный турнир школьно-баскетбольной лиги состоялся в ФОЦИ. Четыре школы нашего города боролись за призовые места турнира. Кстати, игроки совсем юные. В школу они ходят лишь во второй класс, но уже неплохо играют в баскетбол. Это единственная лига детская в стране, в России, которая занимается детьми с первого по четвертый класс. Такого больше нет нигде. Все остальное – это с пятых, это КЭС, это старшие возраста, это школьные лиги, спартакиады. А вот именно с начальной школой работаем в стране только мы. Уже третий год компания «Уралкай» реализует уникальный проект развития баскетбола как массового вида спорта среди детей и подростков. Только в нем баскетболистами могут стать детишки уже с семи лет. Это ученики вторых, третьих и четвертых классов. И причем для родителей данные занятия не стоят ни копейки, что отнюдь немаловажно. Основная цель была отвлечь детей, дать им возможность заняться баскетболом, дать им возможность попробовать себя в коллективном виде спорта. Я думаю, что это самая прекрасная игра. Вот и сегодня в школьной лиге четыре класса вышли на игру. Школа номер 14 и гимназия номер 2 боролись за третье место. А детишки из 17 и 15 школ играли за главный приз школьной баскетбольной лиги – золотые медали и переходящий кубок. У каждой команды свой наставник, который всю игру давал наставления. За игрой пристально наблюдал и старший тренер проекта Калий Баскет Алексей Кирьянов. Он также занимается с детишками и тренирует их в доме спорта «Калиец». Мы отслеживаем ребят, но сейчас очень тяжело, очень мало ребят действительно таких, чтобы они были какие-то, выделялись ростом. Они такие есть, но их мало. Тем более проект занимается, мы стараемся обеспечивать детей формой и стараемся привлечь детей как можно больше. Только в Сарикамске успешно работают 8 баскетбольных центров. Детей обеспечивают формой и спортивным инвентарем. Кроме того, ребята, входящие в лигу Калий Баскет, выезжают на соревнования различных уровней. И, быть может, кто-то из сегодняшних второклассников скоро покажет класс уже на российском турнире. Команда 17-й школы была одним целым. За все 4 раунда они не подпускали соперников к своей корзине. Счет 14-2 в пользу 17-й школы. Это была интересная игра на награждение лучших сборных. Это было отмечено. Мне очень приятно сегодня смотреть. Компетия бегает, развивается. В пределах уже полутора тысяч человек от 5 до 15 лет занимаются в проекте «Уралкали». Приятно было посмотреть. Люди бороться за победу. Кубки, медали и награждения лучших игроков – самый волнительный момент для юных баскетболистов. Вот так в конечном итоге выглядела турнирная таблица. Третье место поделили между собой школу номер 14 и вторая гимназия. Второе место по праву заслужила 15-я школа. И первое место в школьной баскетбольной лиге заняли детишки из 17-й школы. Сборная 17-я школы показала себя сплоченной и активной. Но в этой команде был и лучший игрок. За одну игру Алика Матушкина набрала 12 очков из 14. Неспроста эта шустрая девчушка – капитан команды. Мне нравится. Я сначала хотела футбол, но футбольной команды, где еще и нету, я пошла в баскетбол в школу. Да? Что вот ты два года уже занимаешься? На какие соревнования уже как видела? Ну вот, мы в стритбол играли, это как баскетбол, только с одним кольцом надо. И вот сейчас. Что для тебя баскетбол? Своё будущее. Своё будущее в баскетболе видит не только Алика, но и многие другие воспитанники секции. А вот 15-летние ребята лиги «Калий баскет» уже сейчас добиваются успехов в краевых и всероссийских соревнованиях. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль-ТВ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!